Евангельский сюжет, который укрепляет нас в надежде повествования о воскрешении Христом сына Наинской вдовы, было прочитано накануне в храмах Русской Православной Церкви. В Брянском храме Михаила Архангела смысл этого события раскрыл митрополит Александр. Деревянный храм во имя собора архистратига Михаила был возведен в Беженском районе Брянска в 2013 году. Церковь построена в короткие сроки, за две недели, на средства благодетелей и прихожан. До открытия храма богослужения проходили в молитвенной комнате, расположенного напротив дворца культуры имени Медведева. Сейчас же небольшую церковь посещает очень много детей. Воскресная школа у нас уже года четыре. Вышивают рюликсом, батюшка Божье слово ведет, рюликсом вышивают, матушка тоже петь учит. Храм находится в спальном микрорайоне в Новом городке. Он возводился в 1960-х годах и сейчас густо населен. В дальнейшем здесь планируется возвести просторную каменную церковь. Здесь была пустыня. Гуляли собаки, была пустыня. Потом нам храмик построили, потом оградку поставили, понасадили цветов. Но нам нужен большой храм. Храм большой, потому что большие праздники тесно людям. Очень тесно. Мы желаем. Мы собирали подписи. Подписи собрали около три тысячи. По окончании литургии духовенством был совершен молебен архистратигу Божию Михаилу. Затем владыка Александр обратился с архипастерским словом к молящимся, рассказав о воскрешении Иисусом Христом юношей, единственного сына женщины, которая была вдовой. Символично, вот, образом умершего юноши, многие богословы подразумевают нашу бессмертную душу, которая часто находится в таком вот состоянии, в каком находился юноша. В состоянии смерти. Она умирает. Она умирает без благодати Божией, без молитвы, когда мы не прибегаем к церковным таинствам. Жить в состоянии, когда душа мертва, по словам архипастеря, нельзя. И поэтому Господь Бог создал на земле святую церковь, для того, чтобы она дала нашей жизни спасительную опору.